Здравствуйте, уважаемые представители Знаков Стрельцы! Давайте посмотрим, что вас ожидает в ноябре 2017 года. Как мы видим, в полученном раскладе нет старших арканов и сильно негативных карт. И это хорошо. Значит, этот месяц не принесёт вам особого беспокойства. Ну, если и будут проблемы, то они вполне будут решаемы в рабочем порядке. В общем, настроение в ноябре у вас будет наполнено размышлениями наедине с собой. Здесь у нас выпала четвёрка мечей. Что ж, повод для такого состояния, если смотреть на карты в других сферах, скорее всего, будет. Например, сфера работы и бизнеса. Здесь у нас выпала пятёрка жезлов. Карта указывает, что здесь вам придётся немножко напрячься. Может, по причине конкуренции. А у некоторых из-за изменений на работе. Например, смена руководства, собственника, реорганизация фирмы. Вот всё это может вполне вызвать потрясение у работников. Конфликты, интриги, да и споры тоже. Или вы пришли на новое место работы, и вам приходится налаживать отношения с окружающими, с руководством, с коллегами. Это тоже выматывает и напрягает. Особенно, если ваша позиция для кого-то очень заманчива. Здесь, как говорится, не исключены интриги и конфликты. Но не всё так плохо. Может, просто это месяц пройдёт у вас в виде обучения, тренингов, сдачи экзаменов, прохождения аттестации, защиты своего профессионализма. Вот всё в таком ключе. Бизнесменам же, возможно, придётся защищать свои авторские права или свою нишу на рынке. Спорить со своими партнёрами по вопросам собственности, капитала, распределения ресурсов. Вот. А кому-то захочется завоевать новые рынки, новые ниши. В общем, жизнь бьёт ключом, и это нормально. Как говорится, кто не работает, тот не пьёт шампанского. И, похоже, у вас всё получится. Ваши старания принесут вам вполне ощутимый финансовый результат, потому что в финансовой сфере выпала восьмёрка жезлов. Карта говорит об успехе и появлении новых источников как дохода, так и иных поступлений. Ну, например, кредита, инвестиции в бизнес, получение премий, дивидендов, финансовой помощи. Что касается спорных каких-то финансовых дел, то они также могут закончиться вашей победой. Ещё есть вероятность появления денюжки на какие-то поездки в гости, на путешествия. И вообще, месяц может быть вполне наполнен приятными неожиданностями в вашей финансовой сфере. И дай-то Бог. Далее сфера у нас отношений. Здесь выпала восьмёрочка мечей. Карта, конечно, напряжённая. Она связана в основном с вашим внутренним состоянием. Ну, может, это ваши страхи потерять любимого человека. Или ваша неуверенность в сердечном партнёре. Или в своих чувствах к нему. Страх предпринять какие-то действия, чтобы изменить ситуацию. Но, к сожалению, любой кризис требует каких-то активных шагов. Само собой, ничего не изменится. Это касается и свободных стрельцов. Может, пора выходить из состояния изоляции. Для своего уже блага. Ну, если, конечно, вас беспокоит отсутствие рядом партнёра. Кому комфортно в свободном полёте? Зачем что-то менять? Что ещё? Восьмёрка мечей может также указывать на кризис в отношениях деловых. Как на работе, так и в бизнесе. Это и конфликты, недоверие или неравенство отношений. Когда человек становится заложником в руках у другого. Мы это часто наблюдаем в работе по найму. Или когда партнёр по бизнесу имеет большую долю в капитале. Всё это, конечно, не есть хорошо. И также требует разрешения такой ситуации. Но будем надеяться, что не всё так плохо. И эти ваши необоснованные внутренние напряги не будут подтверждены какими-то конкретными событиями и обстоятельствами. И вам, в общем-то, достаточно снять повязку. И открыть глаза на окружающий мир. Расставить все точки над «и» и тогда всё прояснится. Идём дальше. Пятая позиция. Карта неожиданности месяца, как я её называю. Здесь у нас выпал туз-чаш. Можно вас поздравить, уважаемые стрельцы? Похоже, вас в ноябре ждёт приятный сюрприз. Это может быть и приём неожиданных гостей. Застолье, вечеринка с друзьями или с другом. Ну, это как минимум. А как максимум туз-чаш обещает большую любовь. Или исполнение заветного желания. Что ж, пусть будет так. И никак иначе. На этом я заканчиваю свой прогноз. Желаю вам обязательность, чтобы исполнились все ваши желания. Любви вам, счастья, спокойствия. В общем, удачи вам, дорогие стрельцы. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!